Генеральный партнер программы «Итоги недели» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Итоги недели» – магазин «Время подарков». Конец рабочей недели. Пятница – это значит время подвести итоги недели. В студии Кристина Арабина. Здравствуйте. Чем запомнились минувшие семь дней в кратком обзоре новостей. В начале недели на городском планерном совещании говорили о ходе весенних полевых работ. В Анапе эти работы начались достаточно рано и ведутся очень активно. Уже завершена подкормка озимых. Сейчас идет обработка колоссовых культур гербицидами. Также в рамках весенних полевых работ будет проведен и весенний сев сельскохозяйственных культур. Всего предстоит занять различными мировыми культурами более 9 тысяч гектаров. Также в настоящее время ведутся работы по обрезке виноградной лозы и плодовых деревьев. Весенние полевые работы продолжатся до первой декады мая. Анавские аграрии планируют собрать в этом году высокий урожай. В Анапе продолжается контроль за ценообразованием на социально значимые товары. На этой неделе прошел еще один рейд управления торговли. Практически во всех магазинах цены на хлеб, крупу, молоко и яйцо приемлемые и находятся на уровне, установленном для социально значимых товаров. Но не все магазины могут позволить себе удерживать цены на таком уровне. В основном это удается крупным и сетевым магазинам. С теми, кто не соблюдается на образовании, управление торговли продолжит консультационную разъяснительную работу. Но у анапского покупателя альтернативный выбор достаточно широк. Это ярмарки-привозы, два гипермаркета и магазины агрокомплекса «Выселковский», где всегда низкие цены. На этой неделе сотрудники Анапской наркополиции получали поздравления десятилетиям образования Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Лучшие сотрудники по итогам года получили почетные грамоты, благодарности, подарки и даже очередные звания. В Анапе открылась выставка совместного творчества, известного в Краснодарском крае фотографа Игоря Улько и члена Союза художников России и Международной федерации художников Юрия Ковальчука. На выставке можно увидеть произведение, посвященное Александру Сергеевичу Пушкину, уникальный триптих и подделки из подручных материалов. Это малая пластика, работа с керамикой и природным материалом. Это был краткий обзор главных событий недели. Смотрите также в сегодняшнем выпуске. Унесенные ветром крыши, деревья и заборы. Последствия ураганного ветра в Анапе. Все только самое качественное и натуральное. В Анапе открылась выставка-ярмарка кубанских производителей сельхозпродукции. Слабые места курорта и демографическую ситуацию обсудили медицинские работники Анапы с кандидатом на пост мэра Сергеем Сергеевым. Скидка за улыбку. В магазине «Мой Дадыр» действуют специальные цены для улыбчивых покупателей. Сегодня на Анапу обрушился ураганный ветер, последствиями которого стали десятки поваленных деревьев, сорванные крыши, обрывы линии электропередач. В едином диспетчерском центре заместитель главы курорта Алексей Харитонов провел экстренное заседание чрезвычайной комиссии. Сегодня все службы города работают в усиленном режиме. Сегодня на улицах Анапы не давал проходу сильный южный ветер – 13-18 метров в секунду, а его порывы достигали 20-26 метров на открытых местностях до 40. Волнение моря около 5-6 баллов. Под натиском ветра не устояли заборы многих строительных площадок. В срочном порядке проводились укрепительные работы еще целых участков ограждения. На строительной площадке в 3Б микрорайоне листы профиля отнесло далеко от забора. Чтобы они не взлетели на воздух и не наделали беды, их пришлось накрыть тяжелыми камнями. Однако осталось множество секций, реально угрожающих прохожим. Также из-за ветра произошло обрушение балконного ограждения на одной из новостроек. К счастью, никто не пострадал. Последствия обрушения оперативно ликвидировали. В 3-м микрорайоне ветром вырвало дерево с корнем. Кроме дерева густая, и парусность оказалась критической. Да и ветра в микрорайоне всегда отличались по силе от остальной части города. Еще более страшные картины в парке строителей в 12-м микрорайоне. Огромное дерево оказалось слабее шквалистого ветра и рухнуло на землю вместе с корневищем. Его тут же облюбовали дети. Эти и другие последствия стихии обсуждались сегодня в едином диспетчерском центре. Там состоялось экстренное заседание чрезвычайной комиссии. О положении дел в энергетике доложил руководитель районных электросетей. Работы по восстановлению высоковольтных линий осложняются очень сильным ветром, который не позволяет производить ремонт в штатном режиме. По данным НЕСКО, к 16 часам принято более 60 заявок от населения. Три бригады задействованы на устранение порывов. Завтра им на помощь из края прибудут еще три дополнительные бригады. Все объекты тепловодоснабжения и канализования работают в штатном режиме. На всех объектах имеются дизельные электростанции. Мы все понимаем, что у нас 9 бригад дополнительных приходит. Три бригады у нас приходят по НЕСКО. Это дополнительно на усиление, устранение аварий. Но много всего зависит от нас. Потому что мы входим в ночной режим сейчас. И сами видим, что стихия не устраняется. Еще хуже все это дело становится. Ветер утихнет только ближе к 2 часам ночи. Но субботнее утро принесет новые метеорологические сюрпризы. Ожидаются обильные осадки в виде дождя. Вадим Родин, Александр Кореневский, Анапа-регион. Сегодня в Анапе открылась межрайонная выставка производителей сельскохозяйственной продукции. В наше время при выборе набора продуктов покупатели руководствуются не только ценой, но и степенью экологических показателей. Международные скандалы из-за превышения нитратов и других химических веществ в сельскохозяйственных продуктах питания дали понять, что турецкие, египетские или польские овощи и фрукты сильно уступают нашим кубанским по экологической чистоте. А уж о качестве мяса и говорить не приходится. Любой кубанский фермер всегда готов провести экскурсию по своему подворью и показать, как и на чем выращивается хозяйство. Тему продолжит Вадим Родин. Прямые договора, минуя посредников, делают цену для конечного потребителя приемлемой, а для производителя конкурентной. Это выставка-дегустация. Мало того, что можно абсолютно бесплатно вдоволь напробоваться всяких вкусностей, начиная от колбасы и сыра, заканчивая конфетами и газировкой на основе минеральной воды, так еще и лично пообщаться с руководителями предприятий, узнать о ценах производства и договориться о поставках высококачественной продукции на стол анапчан. Задачей данного инфотура является заключение договоров между предприятиями-переработчиками сельскохозяйственной продукции непосредственно с предприятиями санаторно-курортного комплекса, с предприятиями потребительской сферы, а также бюджетной сферы, это детские сады, школы. Всего на данном мероприятии приняло участие 46 сельхозтоваропроизводителей со всего края. Свою продукцию выставили предприятия из Абинского, Северского, Темрюхского, Славинского, Крымского районов, ну и, конечно, города-курорта Анапа. 650 представителей потребительской сферы, 90 представителей санаторно-курортного комплекса, сотни жителей и гостей курорта посетили эту выставку. Всех участников приветствовал замглавы Михаил Баюр. Эта мероприятия уже традиционная, она уже прожилась, и самое главное, что у нас идет хорошая тенденция к увеличению потребления продукции кубанской. Это говорит о том, что и ценовая политика, и качество продукции высокое, отвечает всем стандартам. Я бы хотел всем участникам пожелать удачи и развиваться и дальше. Сами производители всегда с удовольствием участвуют в таких ярмарках, поскольку рынок сбыта после подобных мероприятий расширяется в разы. А это для производителя устойчивая перспектива роста. Можно предоставить наш товар, более подробно рассказать потенциальным покупателям, также обычным людям о нашей продукции, о ее лучших качествах и так далее. Это полезное событие, то есть здесь люди свои контакты находят, заключают договора о выгодной сделке, сопровождении и так далее. Я считаю, что это грамотно поставленная ярмарка. Сельскохозяйственный бизнес часто становится семейным. Вот, например, в семье Макаренко и Старый Млад работают на общее дело. Поднимают сельхозпредприятия в Славянском районе. У нас стадо коровок, у нас очень хорошая, прекрасная продукция. Все ее любят, вплоть до Москвы берут. Мы заработали первое место в крае по производству сырья, золотую медаль фермеры наши. Второй год мы серебряную медаль получили по производству продукции, очень хорошая. Мы больше себе клиентов приобрели, детишек приезжают молочком, отпаивают. Так что мы, спасибо начальству и организаторам вот за такие ярмарки. Конечно, это очень трудно, но мы продвигаемся, мы хотим вперед, назад. Мы голова, не хвост. Среди покупателей они успели заработать авторитет и уважение. У этих людей есть будущее, потому что сейчас люди, они стремятся к натуральному продукту, правильно? Вот, и сейчас вот это вот порошковое молоко, вот это искусственное, сейчас вот дело за экопродуктами, правильно? Поэтому вот этим хозяйцам нужно поддержку какую-то от правительства. Вот этих людей просто на руках носить, которые 4 часа встают и успевают еще на ярмарке приехать, свою продукцию представить. К середине дня уже было подписано 15 договоров, 813 договоров намерений сотрудничать и 2500 обминов контактами. Вадим Родин, Александр Кореневский, Анапа-регион. Ежегодно в третье воскресенье марта в России отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Это праздник тех людей, кто ежедневным трудом делает нашу повседневную жизнь лучше и комфортней. Анапа в любое время года красива и благоустроена. Содержит ее в чистоте и порядке армия работников жилищно-коммунального хозяйства. Их сегодня и чествовали в городском театре. С торжественного мероприятия наш следующий репортаж. Заместитель главы Анапы Михаил Баюр поблагодарил присутствующих в зале работников отрасли ЖКХ за активную и благотворную работу, за преданность своему делу и за непоколебимость характера в тяжелых и суровых условиях, в которых им иногда приходится работать. Лучших наградили почетными грамотами. Со сцены в их адрес прозвучали поздравления и искренние слова благодарности. По очереди поднимались на сцену обладатели почетных грамот от Департамента жилищно-коммунального хозяйства. На первый взгляд, они обычные люди ничем не примечательных профессий. Но именно без них, высококлассных специалистов, невозможно жить ни одного современного населенного пункта. Сантехники, слесари, газосварщики, водители, дворники стали настоящими героями праздника в городском театре. Лучшие из лучших получили грамоты за добросовестный многолетний труд. У вас благородная, сложная, порой тяжелая отрасль, потому что видите, сейчас какая штормовая погода. И хотелось бы, наверное, после этой праздничную рюмку поднять. Но мы будем просить вас, чтобы вы это не делали сегодня и завтра, пока мы не наведем порядок. Потому что люди все равно хотят, чтобы было хорошо, чтобы было красиво, чтобы было чисто, прекрасно, уютно. Среди предприятий были особо отмечены зеленстрой, теплосети, сити-кристалл, Анапа-благоустройство. Не обошли вниманиями ветеранов труда. Все они получили цветы и памятные подарки. Редкий праздник на Кубани обходится без веселых песен и плясок. Вот и на этот раз, сразу после церемонии награждения, состоялся концерт, устроенный лучшими артистами Анапы и Краснодара, специально для работников жилищно-коммунального хозяйства. Уже через 9 дней, 24 марта, у жителей Анапы будет возможность исполнить свой гражданский долг, прийти на выборы и проголосовать за того кандидата в мэра города, который, по их мнению, имеет знания, силы и умение сделать Анапу процветающим во всех отношениях курорта. Благоустройство, экономический рост, приведение в порядок всех строительных объектов, места в детских садах, работа общественного транспорта и демографическая ситуация в Анапе. Об этом и многом другом говорил один из кандидатов на пост мэра курорта Сергей Сергеев, сотрудниками Анапского роддома. Чтобы решить проблемы здравоохранения, его нужно полюбить и проявить к нему искренний интерес, выразил свою точку зрения кандидат Сергеев. И добавил, что почти со всеми проблемами, волнующими анапчан, он знаком не понаслышке, а благодаря огромному опыту на руководящих постах знает, как их решать. Я вижу и могу по каждой проблеме сказать, будь то газификация, будь то энергоснабжение, будь то строительство детских дошкольных учреждений, то есть детских садов, будь то ремонтные работы и обеспечение врачами, средним медперсоналом, лечебных учреждений. Я вижу свое решение, знаю причину того, почему те или иные события развивались в негативную сторону, но поверьте, никогда вы от меня ни сегодня, ни в будущем не услышите, что мы не делаем эту работу, потому что у нас нет денег. В революционных изменениях кадрового состава администрации кандидат Сергеев не видит смысла и пояснил почему. Настоящий специалист таковым становится спустя много лет, благодаря накопленному опыту работы на конкретной территории с ее спецификой. А опыт работы не могут компенсировать даже три высших образования. Изменения нужны в самой работе чиновников, они должны теснее работать с людьми. И еще Сергеев особо подчеркнул, что ни в коем случае не делит анапчан на горожан и селян. Для меня Анапа это все 52 населенных пункта, которые входят в его границы, не только центральная часть, хотя, конечно, центральная часть, сам город, он должен быть нашим лицом, и за которым мы должны ежечасно, можно так сказать, ухаживать, потому что требуются очень большие усилия, очень большие средства. Но в то же время и остальные населенные пункты не должны быть обделены нашим вниманием. Это мое глубокое утверждение. Анапа требует развития во многих отраслях. Наверстывать упущенные возможности будет сложно, но это решаемо, говорит Сергей Сергеев. Одна из главных задач, по мнению кандидата, изменить взаимоотношения со строительными организациями. Их, по мнению кандидата, необходимо сделать социально ответственными. Строительство всех новых объектов, особенно жилищных объектов, садится на старые сети. И те, кто строит новые объекты, они никоим в мире не развивают существующую инфраструктуру. Это преступно. В принципе, не все у нас потеряно. И сегодня, при доброй воле, при нормальном отношении людей, я еще раз заявляю, что способен решать вопросы. И у меня есть видение, как их решать. Но для этого работать население и власть должны одной командой. И большинство медиков роддома Сергеев в этом убедил. Ну, мне кажется, с опытом работы человек, своего слова и дела, по всей видимости, я думаю, что это то, что нам нужно. Мне кажется, самое главное, что он откровенен с нами. Хочется верить, что все-таки он добьется каких-то определенных своих результатов положительных. И мы должны это почувствовать в нашей работе. Другие кандидаты на должность главы города информацию о своих встречах в нашу редакцию не предоставили. Движение большегрузного транспорта на многих улицах Анапы запрещено. И не зря. Ведь в большинстве своем курортные улицы узкие. Много пешеходных переходов и интенсивное движение. Один грузовик может парализовать движение целой улицы, прилегающих к ней. Один из таких случаев сегодня произошел на улице Гребенская. В час пик, когда анапчане ехали на работу, на место образовавшейся пробки один из участников движения вызвал сотрудников ГИБДД. Сотрудников полиции водитель грузовика отчаянно пытался убедить, что никому не помешал. Просто хотел тихонько, незаметно проскочить. Хоть на таком тяжеловесе это достаточно сложно. Ну вот целую полосу перекрыли. Ну сейчас чуть интенсивнее движение пойдет. Будем ли зонять зону, это не зря. Да не, ну какая полоса, а сколько в городе перекрыли. На телефон доверия УВД по городу Анапа поступила жалоба от водителей транспортных средств, что на улице Гребенской большегрузный транспорт, нарушая правила дорожного движения, создает заторовые ситуации. По приезду на улицу Гребенскую мы увидели, что водители большегрузных транспортных средств припарковались в нарушение правил дорожного движения на улице Гребенской. Тем самым создали препятствия в движении других участников дорожного движения. На водителей транспортных средств данных большегрузных были составлены административные материалы. В ходе проверки выяснилось, что нарушен еще и федеральный закон. Транспорт и водители не прошли должного технического медицинского предрейсового освидетельствования. Более того, не работают тахографы, а это значит, что работали водители с нарушением режима труда и отдыха. Заснувший на трассе за рулем такого грузовика водитель представляет серьезную опасность для других водителей. Всю эту неделю, которая считается масленичной, анапчане провожают зиму и празднуют масленицу. Пекут блины, ходят друг к другу в гости. В школах и детских садах проходят тематические мероприятия. Традиции русского народа дети должны познавать с самого раннего возраста. Считает руководство детского сада номер 18 Виктория. В садике с широким размахом прошла масленичная ярмарка. В этот день здесь было по-особенному весело, ведь дети очень любят обрядовые праздники. Ребята смогли поиграть в снежки, танцевали, пели песни. Также для детишек были проведены различные конкурсы. Публику развлекали частушками, прибаутками, скоморохи, танцоры и чтецы. Масленицу проводили, как и положено. Вынесли в центр двора детского сада чучело масленицы и попрощались зимой. И, наконец-то, пришла весна. А вот и я, я весна красна, вожу землю ото сна, наливаю соком почки. На полях ращут цветочки. Всюду, в поле и в лесу людям радость я несу. Дети и родители признаются, что получили от праздника огромное удовольствие. Все напчане смогут весело отпраздновать Масленицу уже в это воскресенье, 17 марта. С 11 часов на театральной площади Анапы пройдет общегородской праздник «Широкая Масленица». В программе праздника ярмарка сельхозпродукции, меда и кондитерских изделий. Фестиваль обрядовой казачьей кухни «Блинная фантазия» определит победителя среди предприятий общественного питания, санаторно-курортного комплекса и сельских округов. «Широкий разгуляй» приглашает на развлекательную программу творческих коллективов Анапы спортивные конкурсы, казачьи состязания, сожжение чучела зимы, штурм ярмарочного столба. Приглашаются все желающие. В развлекательном центре «Пепелац» прошел ежегодный турнир по боулингу среди молодых семей. Мероприятие организовали «Управление по делам молодежи» и «Молодежный центр 21 век». В турнире приняли участие 13 молодых семей, среди них как городские жители, так и сельские. Анонс мероприятия был размещен на сайте Анапа.Инфо с адресом электронной почты, куда молодые семьи могли отправлять свои заявки на участие. Данное мероприятие организовано для молодых семей, чтобы они как-то отдохнули, попробовали себя как сплоченный коллектив, ведь семья – это в первую очередь коллектив, и проверили свои способности в игре боулинг. С большим интересом и азартом пары соревновались друг с другом в метании шаров. У кого-то получалось лучше, у кого-то хуже. Но не это главное, считают организаторы. Основная идея – разнообразить жизнь молодежи, дать им возможность встречаться и весело проводить время. Чтобы семейная жизнь не превращалась в рутину. Первый раз участвуем в турнире. Эмоции замечательные, все очень нравится. Будем еще раз участвовать, если позовут. По итогам турнира первое место заняла семья Кропачевых – Жанна и Борис, которые набрали 286 баллов. Весна – пора акций и скидок в магазинах. Так и склад-магазин оптово-розничной торговли «Майдадыр» своим покупателям дарит скидки. У клиентов есть отличная возможность приобрести необходимые, а самое главное – качественные товары для дома по доступной цене. Наш корреспондент Алина Гумирова изучила ассортимент. Генеральные уборки совсем не обязательно посвящать целый день. Главное – выбрать помощников, чтобы с наименьшими усилиями и затратами времени навести порядок. А таких помощников вы найдете в магазине «Майдадыр». Он расположился на Астраханской, 98, рядом с улицей Промышленной. Здесь вы можете приобрести все, что вам нужно для вашего дома и не только. Хастовары, профессиональную бытовую химию, косметику, парфюмерию и даже констовары. «Майдадыр» предлагает широкий ассортимент современных химических продуктов высокого качества для профессиональной уборки. Это дезинфицирующие, моющие, чистящие средства, а также сопутствующие товары, которые необходимы как в быту, так и в различных отраслях деятельности. Предназначены для бытовых целей, пищевой промышленности, медучреждений, профессионального мытья фасадов, окон, различных видов поверхностей, а также для автотранспорта. Все товары экологически чистые и сертифицированные. Концентраты в ассортименте по цене обычных моющих средств в три раза дешевле импортных аналогов. В «Майдадыре» вы получите профессиональную консультацию, которая поможет правильно выбрать моющие средства для домашнего хозяйства и профессиональной уборки. Товары в наличии под заказ, прямые поставки от производителей. Склад «Магазин Майдадыр» также порадует покупателей своими акциями. Например, скидка за улыбку. Что вам надо сделать, так это просто улыбнуться при оплате товара. И скидка до 5% гарантирована. А если произнесете кодовую фразу «Знаменитый Майдадыр», скидка вырастет до 7%. Также в магазине есть акция на постельное белье. Купив постельные принадлежности на сумму от 3000 рублей, вы получаете подушку в подарок. Торопитесь, ведь количество подарков ограничено. Склад «Магазин Майдадыр» сотрудничает с санаториями и гостиницами, школами, детскими садами, а также магазинами. В преддверии лета многим надо начинать готовиться к сезону, убирать и чистить свои территории. Поэтому, приобретая в Майдадыре товары на сумму 2000 и более, вы получаете дисконтную карту со скидкой 10%. У магазина имеется собственная парковка. Расплатиться можно как наличным, так и без наличным расчетом. Возможна доставка по городу и Анапскому району. Майдадыр ждет вас каждый день с 9 до 18 часов без перерыва. Выходное воскресенье. Астраханска, 98. Склад «Магазин Майдадыр». Телефон 61-481. Алина Гумерова, Андрей Стародубцев, Анапа. Регион. В сельских округах Анапы продолжается цикл «Дней здоровья» в рамках губернаторской стратегии «Будьте здоровы». Завтра, 16 марта, очередной День здоровья пройдет в станице Анапская в здании школы номер 12. Прием врачей начнется с 10 часов. Такое нам запомнилась эта неделя. Далее прогноз погоды на выходные дни и блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Время подарков». Это и другие выпуски вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Суббота, 16 марта, в Анапе ожидается сильный дождь. Температура воздуха днем 8-10 градусов тепла, ночью до плюс 6. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Ветер переменный 3-5 метров в секунду. Температура морской воды в Анапской бухте 10 градусов со знаком плюс. В воскресенье 17 марта в Анапе будет пасмурно, возможно, небольшой дождь. Температура воздуха в дневные часы 4-6 градусов выше нуля, ночью плюс 8. Ветер переменный 7-9 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы около 9 градусов тепла. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48-333 и 48-300. Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувство прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются. Подарки остаются. Субтитры создавал DimaTorzok